Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего занятия – Цезарь, повелитель Рима и падение республики. Всем известно, что Россией правили цари. Но знаете ли вы, откуда же произошло само слово «царь»? И что оно означает? Оказывается, пришло оно из Древнего Рима, а появилось оно благодаря главному герою сегодняшнего занятия – Гаю Юлию Цезарю. Вспомним, что в римском имени Цезарь – это третье имя, семейное прозвище. По одному из версий оно означает «голубоглазый». В первом веке до нашей эры Гай Юлий Цезарь стал правителем Рима. После этого его преемники стали добавлять для большей важности к своему титулу слово «цезарь». А со временем это слово перестало быть только именем. Цезарями стали называть всех правителей. Не находите ли вы похожими слова «царь» и «цезарь»? Так и есть. Только на Руси слово «цезарь» произносили как «кесарь», а через много лет стали произносить еще проще «царь». Но вернемся к Древнему Риму. Сегодня мы с вами поговорим о положении Римской республики во второй половине первого века до нашей эры. Познакомимся с Гаем Юлием Цезарем, проследим за тем, как ему удалось завоевать поддержку народа и захватить власть в Риме. Узнаем, как и почему погиб Цезарь. В середине первого века до нашей эры Римская республика не само государство, а его устройство оказалось на краю гибели. Почему же это случилось? Было несколько причин. Постоянные войны, которые вел Рим, гражданские, подавление мятежей рабов, покорение новых народов, вели к тому, что вся власть переходила в одни руки. Консулам. По римским законам в военное время они получили неограниченные полномочия. Но кого же выбирали консулами? Сильных, лучших? Но далеко не всегда. К первому веку до нашей эры народное собрание перестало выражать интересы римского народа. Богачи подкупали бедных избирателей, чтобы стать консулами. После восстания Спартака сложилось так, что главными соперниками стали Марк Крас и Гней Помпей. Они постоянно враждовали и ненавидели друг друга. Крас был богатейшим человеком своего времени. Кроме того, ему принадлежала слава победителя Спартака. Помпей завоевал для Рима обширные земли на востоке. Домой он вернулся с огромной добычей и славой. Но в эти же годы наравне с самыми лучшими римлянами выдвинулся Гай Юлий Цезарь. Он происходил из знатного патрицианского рода. Доподлинно известно, что Цезарь родился 12 или 13 июля, в месяц, который сейчас носит его имя. Точный год его рождения неизвестен. Римский историк указывал, что на момент смерти в 44 году до н.э. Цезарю было 56 лет. Значит, можно предположить, что он родился в 100 или 101 году до н.э. Цезарь был умен, образован и красноречив. Однажды, проезжая через небольшую деревушку, он заявил своим спутникам, что предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме. Но Гай не обладал ни большим состоянием, ни военной славой, ни верным войском для борьбы за власть. Зато он сумел завоевать любовь простых римлян. Цезарь всегда был приветлив и доброжелателен к людям. Все свои деньги он потратил на еду и увеселение для римских бедняков. С другой стороны, Цезарь не выступал открыто против сената и поддерживал его решения. И за это ему удавалось не раз занимать высокие должности. Но на самом деле он одинаково ненавидел и бедняков, и богатых сенаторов. Цезарь лишь использовал ненависть одних к другим и ждал удобного момента, обещая бедноте улучшить их положение, если придет к власти, а знатным римлянам он обещал усмирить толпу. И такой момент настал. Помпей, вернувшись из очередного похода на восток, потребовал от сената одобрить его указы в завоеванных странах. Но сенаторы отказали Помпею. Тогда Цезарь помирил Помпея и Краса. Вместе они создали Союз Трех. Триумвират для борьбы с сенатом. Целью триумвираторов было господство над Римом. Заручившись поддержкой обоих полководцев, в 59 году до н.э. Цезарь был избран консулом. Крас и Помпей не считали его серьезным соперником, а популярность Цезаря среди простых римлян хотели использовать в своих целях. Через год Цезарь получил в управление провинцию Галлию. Цезарь поставил перед собой цель – подчинить всю Галлию Риму. Почти десять лет он воевал с населявшими ее племенами. и добился своего. Галлия стала римской провинцией. Гальские войны принесли Цезарю славу, военного полководца, огромное богатство и войско. Успехи Цезаря вызывали зависть у Краса. Стремясь превзойти Цезаря, он развязал войну против Парфянского царства. Но его поход обернулся катастрофой. Римское войско было разбито. Самого Краса захватили в плен и предали жестокой казни. За его алчность правитель Парфий велел напоить полководца расплавленным золотом. Помпей тоже завидовал Цезарю и боялся усиления его власти. Он уговорил Сенат отдать Цезарю приказ распустить легионы и явиться в Рим. Но Цезарь отказался выполнять эти требования и оказался вне закона. В 49 году до нашей эры он двинул войска на Рим. Галлию от Италии отделяла река Рубикон. Цезарь задумался. Перейти с войском через границу значит объявить войну республики. А остановиться значит потерять всё. Наконец он скомандовал. Вперёд! Жребий брошен! Выражение «перейти Рубикон» стало крылатым. Его значение – совершить решительный поступок. Рим был занят без боя. Толпы горожан встречали Цезаря. Помпей бежал на Балканы. Там его ждала преданная войска. Но Цезарь разбил и его армию. Сам Помпей направился в Египет, где и погиб. После возвращения в Рим Цезарь исполнил часть обещаний. Наделил землёй десятки тысяч ветеранов, старых солдат, закончивших службу. Были отстроены Каринф и Карфаген, куда переселились многие бедняки. Населению провинции щедро раздавались права римского гражданства. Цезарь заботился о благоустройстве городов страны и прежде всего Рима. Сенат назначил Цезаря пожизненным диктатором. В народном собрании на должности трибунов и консулов выбирали только тех, кого считали преданными Цезарю. Цезарь вёл в Сенат большое количество своих сторонников. Изображения Цезаря чеканились на монетах. Повсюду возводились его статуи. Сам Цезарь постоянно носил одежду триумфатора. Он всё больше стал походить на прежних римских царей. Но многие сенаторы были недовольны единовластием Цезаря. Они составили заговор. Возглавил заговор молодой сенатор Марк Бруб. Цезарь считал его своим другом и относился к нему как к сыну. Осуществить задуманное решили 15 марта 44 года до н.э. Утром этого дня, как и всегда без охраны, Цезарь направился в Сенат. По пути он получил записку от своих друзей. В ней говорилось, что враги готовят против него покушение. Но Цезарь ответил, лучше один раз умереть, чем постоянно ожидать смерти. В Сенате заговорщики окружили Цезаря сзади. Ему нанесли удар кинжалом. Это послужило сигналом иным участникам заговора. Безоружный Цезарь отбивался. Но когда увидел, что к нему с мечом в руках направился брут, произнес «Даже ты, дитя мое». После этого перестал сопротивляться и был убит. Гай Юлий Цезарь был выдающимся политиком и полководцем. Являлся одной из самых знаменитых исторических личностей древности. Цезарь смог захватить власть, так как Рим находился в опасном положении и нуждался в сильном правителе. Цезарь обладал неограниченной властью, и при нем народное собрание и сенат почти утратили свое значение. Единовластие Цезаря настроило против него многих сенаторов. Боясь утратить свое положение, они убили его. После гибели Цезаря некоторые сенаторы хотели установить республику. Убийцы Цезаря ожидали, что римляне встретят восторженно известие о гибели диктатора. Но римляне молчали. Не увенчалась успехом попытка объявить Цезаря тираном и сбросить его тело в воды Тибра. После гибели Цезаря наибольшим влиянием на народ пользовался консул Марк Антоний, сторонник убитого диктатора и его родственник. Марк Антоний, пользуясь смутой, завладел казной, бумагами Цезаря и его состоянием. Еще одним претендентом на престол был Октавиан, приемный сын Цезаря, внук его любимой сестры. В тридцать первом году до нашей эры произошло сражение у мыса Акций, в результате которого Марк Антоний был побежден. Он вместе со своей женой Клеопатрой бежал в Александрию. Спустя год Октавиан начинает наступление на Египет. В результате противостояния Клеопатра и Марк Антоний были побеждены и покончили жизнь самоубийством. Единым правителем Рима стал Гай Юлий Цезарь Октавиан. Начинается новая эпоха в истории Рима. На смену республиканского правления пришла империя. Спасибо за внимание.